Всех с новым утром! Сегодня мы поговорим на такую важную тему, как правильно добиваться цели и зачем вообще их ставить. И говорим мы об этом с психологом Анной Караваевой. Сегодня она гость нашей студии. Доброе утро, Анна! Доброе утро! Рада прийти к вам снова. Анна, расскажите, вообще есть ли такая проблема, что люди не умеют ставить цели и вообще зачем они нужны? Не обращаются ли к вам с этим вопросом и что вы наблюдаете? Ну, ученые говорят, что на самом деле всего 5-10% от всего населения ставят цели. И как раз эти люди и добиваются каких-то успехов в жизни. Вы это можете легко проверить, прям пройтись по своим знакомым и спросить, ставите ли вы цели. У меня есть даже успешные знакомые, которые, как оказалось, они не ставят цели далеко, то есть там на год, на месяц максимум. Чем дальше мы будем ставить цели, тем ярче, насыщеннее и полноценнее будет наша жизнь. Это как свет в конце тоннеля. Мы, когда едем или идем по темным-темным коридорам, мы не знаем, куда мы идем, нам страшно. Но если мы видим вдалеке свет, то мы понимаем, куда мы движемся. То же самое с целями. Как только мы прописали цели, проставили, мы будем понимать, куда нам идти, зачем нам идти, зачем нам подниматься по утрам. Поэтому умные люди, которые этим занимаются, они рекомендуют ставить цели на год, пять, двадцать лет и на сто лет. И на сто лет. И на сто лет. Обычно, ну, кто-то, конечно, доживет до этого момента. Но это главная цель, такой свет в конце тоннеля хороший, радостный. Для чего мы ставим цели на сто лет? Для того, чтобы что-то осталось, чтобы мы понимали, что останется после нас. Ну, так-то, в принципе, это и есть мечта. Вот что-то глобальное, что-то, что изменит жизнь. Что поможет понять твою миссию, да, мне кажется. Абсолютно верно. Это и есть, по сути, наше предназначение, наша миссия. Вот та цель на сто лет, что, как это поможет людям, может быть, твоему роду, может быть, тебе, как личности, как профессионалу. Ну, на самом деле, это тоже будет влиять на других людей. Вот это вот самое важное. Я предлагаю прямо сейчас подумать, вот каждому у экранов телевизоров, какая у вас цель. Какая у вас цель на день, какая у вас цель на ближайший месяц, на год, на пять лет. Есть ли они у вас, но на сто лет. А как вообще подумать? Вот некоторые люди даже не видят, кем они будут через пять лет. Вот они живут, как живется, по интуиции. В этом-то и сложности. Если хочется счастья, если хочется успеха, если хочется, чтобы твоя жизнь была насыщенная, наполненная, то без целей нам никак не обойтись. А если и так все устраивает? Есть работа, семья, все прекрасно, денег хватает, отдых есть раз в год, путешествия, все прекрасно. Зачем мне какие-то цели? У меня и так все хорошо. Если и так все хорошо, то зачем спрашивать, приходить к психологу, и уж точно они не будут смотреть это в передаче или слушать. Но если все-таки этот человек поставит себе цель, может быть, у него совсем тогда будет фейерверк в жизни? Ну, однозначно, что это изменит жизнь. И тут вопрос опять осознанности. Вопрос того, а для чего ты живешь? Ты живешь для того, чтобы кушать, собирать бумажки в виде денег, не знаю, там, что-то еще отдыхать? Или ты живешь с какой-то другой миссией, целью? Тогда ты задаешь себе вопрос, и все рано или поздно, мне так кажется, приходят к тому, чтобы задать себе вопрос. А для чего я живу? А для чего я пришел на этот свет? Это во-первых. Во-вторых, когда ты хочешь развиваться, ты хочешь расти, ты понимаешь, что ты пришел в эту жизнь не просто кушать травку, а все-таки выйти на какой-то новый духовный уровень, уровень развития, то, конечно, ты захочешь развиваться, захочешь работать над собой. Ну и первое, что тебе скажешь делать, это, конечно, поставить свои цели, посмотреть их. Поэтому, я думаю, прямо сейчас каждый из вас может подумать о том, какая у него цель на ближайшие 100-120 лет. И у меня есть для этого техника. Такая она очень короткая. Да, отлично. Я думаю, что на ней можно будет даже завершить. Вот прямо сейчас представьте, для чего... Представьте себя в старости. Вот представьте, что вы уже прожили всю-всю-всю жизнь. Вы такой древний-древний старец. У вас была самая замечательная жизнь. Вот вообще максимум ваших мечтаний, ваших желаний. И вот вы сидите в кресле, качалке, на берегу моря, может быть, смотрите на горы, не знаю, как вам нравится. Вы прожили самую лучшую жизнь, насыщенную. Что это была за жизнь? С какой целью вы ее прожили? И вот если вы глубоко задумываетесь, если вы глубоко войдете в это состояние, когда вы уже прожили жизнь, я думаю, вы сможете ответить на этот вопрос. И понять свою миссию. Понять свою миссию в том числе. Ну, это не всегда бывает так просто, но, тем не менее, это один из хороших способов. Я вот тоже сейчас задумалась. Я представила себя в кругу друзей на берегу моря, в горы. И у нас дискотека, вечеринка. 150 лет, надо. 150 лет. Что мне значит, надо проживать жизнь все время в вечеринках, радостях, в компании друзей? Нет, это вы представили старость. А самый главный вопрос это, как прошла ваша жизнь. Как прошла ваша жизнь? С какой миссией, с какой целью? Что вы видите там, позади? Хорошо, будем размышлять дальше. Ну, знаете, еще, Анна, вот хотелось бы спросить, почему все-таки у людей не получается добиваться цели? Они их ставят. Вот у меня есть такие знакомые, которые хотят похудеть, хотят заняться здоровым образом жизни, перейти к спорту, но что-то им мешает. Либо они не знают, как это делать, либо ленятся узнать. Хотя сейчас в информации, мне кажется, совершенно нет проблем, ее можно найти в интернете и много советов найти. Что человеку мешает? Уверенность в себе мешает добиваться цели или какое-то нежелание, внутренние привычки? Ну, для того, чтобы поставить цель, есть все-таки определенные действительно показатели. Она должна быть конкретной, она должна быть определена во времени. И это уже может быть первая проблема, если человек говорит, я хочу похудеть, и все. Он не говорит, что я хочу похудеть там через месяц и на 5 килограмм, допустим. Все-таки надо временные рамки себе ставить. Обязательно. Ну, а если человек поставил цель, якобы, но ничего не происходит, он ничего не делает, значит, он просто не хочет. Вот и все. Желай, делай. Тут очень просто. Если он не хочет, то цели, они для вас, для общества, они для него самого. И тут уже надо разбираться со специалистом. Если есть желание, есть возможности. Нет желания, будут причины. Будут отговорки обязательно, да. Вот такую сегодня важную тему мы затронули в нашей программе, поэтому советуем всем добиваться своих целей. Ставьте себе их на месяц, на 5 лет, на 100 лет, и, конечно же, у вас все получится. Напомню, сегодня у нас в студии была психолог Анна Караваева. Спасибо большое, Анна, что пришли к нам, поделились ценными советами, техниками. А наша программа продолжается. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok